Папа мой был военный врач, а мама при нем медсестрой. Вместе служили. Мы жили тогда далеко отсюда. Я маленькая была, поменьше тебя, но все помню. Там кругом песок, песок, как в море волны. И верблюды там живут, как у нас коровы. Ну вот, мамы с папой другой раз и дома не было по несколько дней. Война тогда была. А мы с братиком, он еще меньше меня был, с бабушкой оставались. Сидим их, ждем. Деньги кончатся, еда кончится, а взять неоткуда. Кушать хочется, а нечего. Бабушка последние картошинки очистит, сварит нам с братиком, потолчет в миске с постным маслицем. Потом на сковородку чуть-чуть масла капнет и очистки поджарит. Это она себе. А мы картошку быстренько сметем и снова есть просим. Бабушкины очистки нам тогда вкуснее всего казались. А хлебушка-то долго не было. Пока мама с папой приедут, привезут. Хозяйка, у которой мы тогда за печкой в чулане жили, лепешки раз в неделю пекла. Большие, круглые у нее получались. С чесноком. Нам всегда одну-две давала. Добрая была. Так я тот вкус до сих пор помню. Душистый, теплый. Вкуснее его ничего тогда не было. Слава Богу, вы нынешние детки, что такое голод, не знаете. Бабушка вздохнула и перекрестилась, глядя на икону в уголке над книжной полкой. Спаси и сохрани наших детей, Пресвятая Богородица. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...